ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоимость которого достигает полутора десятков миллионов рублей. Пришла к другу и попросила убить бывшего мужа. Но на только версии, это им же нигде было. Дело об убийстве мужчины-инвалида, бывшей супругой, дошло до суда. Крал тоннами. С поличным задержали мужчину, сливавшим в хранилище украденное топливо. Это не только прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая дорогая авария. Так окрестили в социальных сетях столкновение шести автомобилей сегодня утром на Оренбургском тракте. Машины перекрыли всю проезжую часть, но к ней не было бы такого внимания, если бы одним из участников столкновения не был Майбах С-класса. Минимальная цена на новый люксовый автомобиль чуть меньше 10 миллионов рублей. Алина Бережная своими глазами увидела последствия столкновения. Это Майбах, брата! Это видео сегодня взорвало интернет. Главные герои – шесть столкнувшихся на Оренбургском тракте автомобилей. Среди них Майбах, две Газели, КамАЗ, Ауди и еще несколько машин. Сообщение о случившемся в госавтоинспекцию поступило в 9 утра. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД. Из-за аварии образовалась пробка в 9 баллов. Движение в сторону центра было парализовано. Машины около часа не могли сдвинуться с места. По словам очевидцев, один из водителей потерял контроль над машиной и столкнулся с соседним авто. В результате другие автовладельцы не смогли объехать аварию и по цепочке врезались друг к другу. Из-за того, что он начал уходить вправо, то избежание ДТП. Ближе к 11 часам машины после оформления документов отогнали к обочине дороги. Люди в аварии не пострадали, если не считать морального состояния. Газели перевозили продукты питания, фрукты и соленья рассыпались по дороге. Урон владельцам – несколько тысяч рублей. Но максимальный ущерб получил владелец Майбаха. Стоимость новой машины достигает полутора десятков миллионов рублей. Выявить у виновника происшествия теперь предстоит дознавателям. Ильина Бережная, Андрес Антальцев, вызов 112. Серьезная авария произошла на пересечении улиц Бутлерова и Пушкина. Там столкнулись с Киерею и Volkswagen. В результате столкновения пострадали две девушки. Водитель и пассажир немецкой на марке. Все подробности расскажет Сергей Хайдаров. Характер повреждений у автомобиля говорит о высокой скорости. Как минимум у одного из них весь удар пришелся в левую переднюю часть немецкой на марке. 27-летняя девушка, управлявшая автомобилем Volkswagen, получила перелом ключицы. С места аварии ее увезла скорая помощь. Пострадала и пассажирка немецкого автомобиля. Она ударилась головой. Уходило столкновение. Вот здесь столкновение. Ну, машина, гололед. А стречку не заделивать машину? Да, автомобиль? Нет, нет. Нет, нет. Как все было, рассказал водитель Киа Рио. Несмотря на сильный удар, молодой человек не пострадал. По его версии, он двигался по улице Пушкина, в то время как ему на перерез с улицы Бутлерова выехал Volkswagen. Я ехал прямо. А, прямо? Она на пересечении мне выехала. Она на красную? Ну, я выезжал на зеленую еще. Момент удара зафиксировала наружная камера видеонаблюдения. По предварительной версии автоинспекторов, именно автоледи при включении разрешающего сигнала светофора не уступила дорогу Киа. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Убила мужа из-за жилплощади. В этом 38-летнюю жительницу Казани обвиняют родственники погибшего. По версии следствия, сделала она это не одна. Ей помог ее знакомой. Сегодня в Верховном суде состоялось первое заседание. В Храбавом треугольнике разбиралась на Феса Минязова. Ирек Рахимов убежден. В смерти его брата виновна бывшая жена убитого. Причины считают квадратные метры. Рассказывает, что его брат с супругой развелись, но жили под одной крышей в частном доме в поселке Сухая река до конца августа. Тело 40-летнего мужчины обнаружили 1 сентября минувшего года на пустыре, недалеко от садового общества, в авиастроительном районе. Под подозрение полицейских попали бывшая супруга и ее молодой друг. По версии следствия, в ночь с 30 на 31 августа 38-летняя Эльгиза Рахимова пришла к 27-летнему Вадиму Гришину и попросила убить своего бывшего мужа-инвалида. Он в это время находился дома вместе с детьми. Разбудила Рахимова Аэра, отвела его в комнату, расположенную на втором этаже дома, чтобы последний не был очевидцем убийства Рахимова Аэра. Попросила не выходить из комнаты. Свидетели рассказали, что бывшие супруги часто выпивали, а в нетрезвом виде ссорились, и отношения между ними были сильно натянуты. В первую очередь, я пивала, когда я езжу с двумя однадцать. Я не ссорилась. Как следует из материалов уголовного дела, Эльгиза Рахимова накануне убийства поругалась с бывшим 40-летним мужем, который на тот момент был пьян. И обеда была настолько сильной, что она пошла на это преступление. По версии следствия, Вадим Гришин жестоко избил бывшего мужа своей знакомой, который в тот момент спал. Смертельные удары были нанесены арматурой по голове. Затем, как установили следователи, сообщники завернули тело убитого в постельное белье, погрузив в багажник автомобиля и бросили в кустах у дороги. Недалеко от одного из садоводческих товариществ. Орудие убийства и окровавленное белье они выбросили в поселке Дербышки. Тело погибшего обнаружили 1 сентября случайные прохожие. Позвонили в полицию. И подозреваемых вскоре задержали. Свою причастность к преступлению они сначала признали, а потом от этого отказались. И на суде снова поменяли свою точку зрения. Признаете себя виновным полностью, частично, либо не признаете? Признаю виновным полностью. Несмотря на то, что Вадим Гришин свою вину признал полностью, его мать в это все равно не верит. А что касается Ильгизы Рахимовой, ответить суду на вопрос о своей виновности она затруднилась. Нафиса Минязова Азатса Мигулин. Вызов 112. В краже нефтепродуктов на сумму больше 2 миллионов рублей сознался мужчина, которого с поличным задержали при сливе украденного топлива. Крал, как установили полицейские, тоннами. Ущерб наносил на миллионы. К слову, за подобное преступление он уже был судим 9 лет назад, но не исправился. Чем грозит рецидив, знает Рамиль Шайдулин. Его задержали с поличным при сливе дизельного топлива в подземный резервуар. То, что нефтепродукты краденые, полицейские уже знали. На стоянке рядом с топливопроводом обнаружили шланг, по которому и похищались нефтепродукты. Стражи порядка установили. Мужчина парковал там, рядом с обрезкой, свой автомобиль и заливал 40-тонную цистерну, содержимые трубы. Затем отвозил в соседний район, где и хранил под землей. Всего мужчину подозревают в краже 64 тонн нефтепродуктов на сумму свыше 2 миллионов рублей. Свою вину мужчина полностью признал. Возбуждено уголовное дело под признаком преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу нефтепродуктов с помощью нелегальной врезки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 3 лет условного лишения свободы. В этот раз у задержанного изъяли 200 метров шланга, по которому он и сливал нефтепродукты, грузовик с полуприцепом, а также больше 64 тонн дизельного топлива. Теперь же мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом. Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, Нафиса Минязова, Вызов 112. Почему не стоит погружаться в ледяную реку? Как скрасить прогноз погоды? И каким способом получить добычу, даже когда все обстоятельства против тебя? Ответы на эти вопросы вы услышите в рубрике «Сплошные проколы». Устроил подлёдный заплыв и едва не попрощался с жизнью. Китайский экстремиал нырнул в ледяную реку на глазах у своих друзей. Сначала всё шло хорошо, но в какой-то момент пловец не мог вынырнуть обратно. Тогда-то к нему на помощь и бросились его товарищи. Возможно, после такого урока горе-пловец ещё не скоро вернётся в воду. Прилетел, чтобы скрасить скучные будни. Любопытная птица ворвалась в прямой эфир прогноза погоды на американском телеканале. Ведущий не стал выгонять нежданного гостя и сам покинул кадр. Да в птице настоящую минуту славы. Впрочем, пернатой это быстро надоело, и она улетела в освоясье. Вот ты наглый, а! Вот ты наглый! Что ты будешь делать? Как так можно? Ну нельзя быть таким наглым! А этот писяц так хотел полакомиться мойвой, что раз за разом возвращался к лунке после многократных криков со стороны рыбака. Не ешь! Не ешь! Не ешь! Фу! Это моё мойво! Тогда местный обитатель решил сменить тактику и ясно дал понять, что от добычи он не откажется. Ну ты кадр! Ладно, бери, бери. Молодец! Считай, что выкопал. Это тебе за фокус с выкапыванием. Салават Мухмадуллин. Вызов 112. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильной 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!